Ситуацию на рынке працы Будокошаровского района назвать складанной нелью. 325 вакансий на 75 официально зарегистрованных беспрацовных. Причем частка людей с ГТГ списов зараз находится в процессе працевалткования. При ожидании и отсутствии медицинских суперспоказаний, сегодня же горы района могут отримать самые разностранные профессии. От рабочих по обслугованию будинку и машиниста котельной до водителя и церунников. Причем, кроме управления по праце, звернуться так само можно у районную комиссию по содельничеству занятости населенства. Заседание комиссии проходит два раза в месяц, где обсуждаются результаты мониторинга проведенного, формирование базы данных. Члены комиссии консультируют по возникающим вопросам часть реализации декрета номер 3. Комиссия готова принять любого человека, у кого есть трудная жизненная ситуация, на предмет освобождения от уплаты по предъявляемым налогам. Односно невеликую копию людей, которые пока завертаются в районную комиссию по содельничеству занятости, у Будокошаровского трумажить некакими причинами. Во-первых, всю необходимую для населенства информацию комиссия разместила на сайте выконавчика комитета, и ее без проблем можно открыть с домашнего компьютера. Але уже у Снежни ситуация хоча и за все изменится. С початку наступного года непрацующие громадяни повинны будут опложивать широк коммунальных послуг по особи кошти. Вернуть и льготы сможет только комиссия, у составе якой представники выконавчих влады, профсоюзов и практически всех сфер экономики. Правда, непосредственно в комиссиях, радость и не чекать нового уведения, а працевал отковаться. Алена Ступакова у свой час працевала наставником английской мобы, фотографом и продавцом. А почний год знаходилась и на уликах у центра занятости, теперь працуя вахтером у початковой школы. Мне предлагали несколько вакансий, которые мне не подходили. Но в итоге, наконец-то, мне позвонили и сказали, что в начальной школе требуется вахтер. Я пришла и вот работаю. Для тех, кто жадает крыть уласную справу, в Будокошелевском районе выделяют безвыплатные субсиды. Все это такой махчамостью. Скорастались уже шесть человек. У выникучего тут заявилися в творчестве, яке можно отнести до уникальных. Будо – это печка, у которой наши далекие протки перепрацовывали дравнину, кончатковый продукт, вуголь, дёгать, смола. По особенности, зараз у Весопотаповка Будокошелевского района отновляется старожительное рамяство, якое в свой час дало назву целому региону. Свою вытворчить местовый предприниматель Сергей Болоцов называет утилизатором дравнины. Спустя отримание субсиды, он вырубил специальное обсталевание и теперь отримливая за потребованный на рынку вуголь. Хоть только этим проект не обмежовывается. Створить биовегетары, где будут выросшиваться ягоды, практически бесплатное тепло для обогрева можно будет отримывать с дельчика обсталевания. Окупается за счёт реализации угля, а с побочным продуктом является тепло, которое пойдёт мне на отопление теплицы. Поэтому это просто начальный этап котельный, который будет впоследствии здесь стоять в теплице.